АНОХИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ Нейрофизиолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. Специалист в области молекулярной и клеточной биологии информационных процессов в нервной системе. Заведующий отделом системогенеза Института нормальной физиологии имени Петра Кузьмича Анохина. Руководитель российско-британской лаборатории нейробиологии памяти. Я бы хотел сейчас продолжить рассказ о памяти, но обратиться к другой стороне памяти. Ведь память – это не свойство молекул или даже не свойство контактов между нервными клетками, изменяющимися в результате опыта. Да, она зависит от работы генома нервных клеток, как мы видели в прошлый раз. Но память, как и другие психологические функции мозга, это производная от одновременной работы миллионов и миллионов нервных клеток. И чтобы понять, что такое память, мы должны понять, как устроены эти системы нервных клеток, хранящие следы памяти. И исследованиями клиницистов было обнаружено, что у человека при тех или иных повреждениях головного мозга могут страдать одни, но не другие формы памяти. Например, при повреждении структуры мозга, которая называется гиппокамп, нарисован вот здесь, у человека нарушается возможность запоминать новую информацию, нарушается память о нескольких годах, предшествующих этому повреждению. Но удивительным образом сохраняются многие способности вырабатывать навыки. И тогда у таких пациентов, несколько из которых подробно исследовали нейропсихологи и психологи, возникает странное состояние, когда они учатся каким-то вещам, но абсолютно не помнят, что они приобретали эти навыки. Как устроены все эти системы памяти в мозге? Можем ли мы увидеть следы работы памяти в мозге? Мы можем ли увидеть следы самой памяти в мозге? Оказалось, что те методы, которые были использованы для изучения памяти у животных, для изучения молекулярной биологии памяти, подходят для того, чтобы визуализировать след памяти в целом мозге. Потому что работа генов в момент запоминания происходит только в отдельных клетках. Вот желтым здесь показаны нервные импульсы, бегающие по многим сетям нейронов. А красным – активация гена в одном из нейронов, огромной сети, которая на самом деле продолжается далеко-далеко и содержит миллионы клеток, связанном с запоминанием новой информации. Значит, если бы мы могли увидеть все клетки, которые включили этот ген, когда животное сталкивалось с чем-то новым, например, мышь-девушка увидела понравившегося ей мыша юношу. И это целый комплекс ощущений, который связан для мышей в значительной степени с обонянием, но и зрительными другими вещами. Можем ли мы увидеть след этой памяти? Оказывается, можем. Вот на этой картинке вы видите гиппокамп мышки, которая попала в новую для нее ситуацию и запомнила ее. В это время в тех нейронах, которые вовлекались в формирование такого следа, произошла активация генома и включились генотранскрипционных факторов, о которых я рассказывал в прошлый раз. Мы с помощью разных методов, антител к этим белкам или других молекулярных зондов, можем увидеть эти отдельные нервные клетки в объеме всего гиппокампа, структуры, которая, как мы знаем из наблюдений с повреждениями памяти у человека, критична для формирования следа памяти. И можем начать разглядывать эту огромную сеть нервных клеток и исследовать закономерности ее формирования при самых разных задачах обучения памяти, воспоминаниях, задавая вопросы, что происходит в мозге, когда формируется память одной формы или другой формы, что происходит, когда память извлекается в работающем мозге, влияет ли это каким-то образом на свойства старой памяти. Эти исследования дали несколько удивительных результатов. Одно из неожиданных открытий заключалось в том, что гены, которые казались, нужны для того, чтобы запоминать новую информацию, в момент обучения. Помните первую фазу перехода из кратковременной в долговременную память и блокады синтеза белка, которые мешают этому? Казалось, что после того, как память перешла в долговременное хранилище и произошел всплеск работы генома, она фиксирована, и последующие воздействия на мозг не способны каким-то образом изменить или стереть или повлиять на старую память. Она стабильно хранится теперь в сетях дифференцировавшихся нейронов. Однако, когда мы и другие авторы стали исследовать, а что же происходит в мозге в момент извлечения такой старой памяти, то неожиданным фактом оказалось, что в мозге в момент извлечения старой памяти активируются, зачем-то, очень похожие молекулярные механизмы, похожие на те, которые активируются в момент запоминания. На что это похоже? Если бы память была похожа на компьютерную память, на некий CD-ROM, на котором мы записываем информацию, то запись информации требует интеграции её в оптическую среду диска. Это консолидация. После этого информация хранится на этом диске и не подвержена каким-то влияниям, интерферирующим с моментом записи. То есть диск стабилен, и вы можете извлекать эту информацию по мере необходимости. Представьте себе ситуацию, каждый раз, когда вы считываете информацию с этого CD-ROM, она у вас меняется по своему содержанию, и там происходят процессы перезаписи, в общем, не зависящие от интересующего вас считывания. Вот обнаружение, активация работы генов в мозге у животных в момент извлечения старой, давно сформированной памяти очень похоже на эту необычную ситуацию. Получается, что каждый раз, когда память извлекается, или в значительном числе случаев, когда память извлекается, на нашем диске происходят какие-то изменения. Там происходит некая перезапись. Каково значение этой перезаписи? Мы можем использовать тот же самый приём, который использовали исследователи 60-х годов. Мы можем попробовать не дать вновь синтезирующимся белкам, продуктам работы тех или иных генов, образоваться, потому что будем вводить блокаторы синтеза белка. И посмотрим, а что происходит со старой памятью. Предсказания, которые, прежде всего, приходят в голову, что ничего не должно произойти. Может быть, эти изменения в работе нервных клеток, которые мы видим у животного, извлекающего память, связаны с тем, что нужно запоминать что-то дополнительно поверх старой памяти. Самое вероятное. Но посмотрим, что происходит в эксперименте. Вот здесь показаны два эксперимента. В одном цыплята учились в задаче, где им давалась бусинка. Они с радостью клюют эту бусинку как потенциально съедобный предмет, но она горькая, она покрыта веществом типа хинина. Они отплёвываются от неё и никогда больше не хотят её клевать, если им давать эту бусинку. Они прекрасно её помнят и отличают от других бусинок, которые они с радостью клюют. Дальше мы делаем следующее. Мы через некоторое время, когда память уже консолидировалась, когда она перешла в прочное хранение, вновь возвращаемся к этой ситуации и в этот раз только показываем бусинку. Ту самую, которая была в момент обучения. Они её, естественно, не клюют. Почему? Потому что они её вспоминают и с негодованием отвергают. То есть они извлекают память. Никакого нового обучения, нового клевка здесь не происходит. Но извлечение происходит. И в этот момент, или немножко раньше, мы вводим цыплётам вещества, которые нарушают возможность синтезироваться новым белкам. Так что если происходил всплеск экспрессии генов, такой, как вы видели на предыдущем слайде, мы его снимем. И нас интересует, каковы будут последствия. Оказывается, что если мы протестируем этих животных через некоторое время, через сутки, например, то цыплята, которые получали только инъекцию ингибитора синтеза белка, но не извлекали память, это одна контрольная группа, они всё прекрасно помнят. У них уровень воспоминания на уровне 90%. То есть действительно память, кажется, консолидировалась. Цыплята, которые получали только бусинку, но не получали блокады синтеза белка, также всё прекрасно помнят. Это естественно. Извлечение памяти никак не должно повлиять. Если вы считываете CD-ROM, то это никак не должно повлиять, кажется, на то, что там хранится. Но вот ситуация совмещения. Цыплёнок вспоминает то, что было связано с этой бусинкой на фоне невозможности заново синтезировать белки. Посмотрите, что происходит с памятью. Это комбинация этой группы и этой группы. Они вместе приводят к тому, что животное теряет память, которая, казалось, давно сформировалась. И то же самое происходит в других моделях. Сейчас таких исследований в мире очень много. И они показывают, что это универсальный феномен, он существует у нас с вами. Иначе говоря, если вы вспомните что-то старое, и в этот момент будет интерференция с процессами запоминания, то это шанс вам забыть это старое. Это совершенно нетривиальная вещь, совершенно не интуитивная. Исследования нейробиологии последних лет показывают, что это не только каждое следующее извлечение памяти, это активная реконструкция версии того, что было, но и перезапись новой версии, которая может подавлять или угошать предыдущую. Процесс, который получил название реконсолидации памяти. Второе неожиданное открытие. Подумайте о огромной функциональной системе из клеток, которая стоит за каждым следом нашей памяти. Я вам показывал отпечаток такого следа только в одной структуре мозга, гиппокампе у мыши. На самом деле в такой след вовлечены десятки других структур, которые образуют единое целое. И количество нейронов может достигать десятков и сотен миллионов. И когда двое из известных американских психологов сделали опрос ведущих специалистов в области исследования памяти, задав им вопрос, как они считают нарушение памяти, связанное с тем, что она теряется в мозге или с тем, что теряется способность просто доступа к этой памяти, то большинство из специалистов ответили вторым образом. Действительно, кажется, что самым вероятным при нашем взгляде на такие системные механизмы памяти представить себе, что нарушение памяти это то, что мы не можем собрать систему этих дифференцировавшихся нейронов назад вместе. Возможно, как это бывает с возрастом, с нейродегенеративными заболеваниями, какие-то из звеньев, небольшое число нейронов, составляющих эту систему, начинают терять связи. Но не все же сразу, очень небольшой процент. И это приводит к нас необычной идеей, что, может быть, даже в случае потери памяти значительной части ее следа, может быть, 90, может быть, 95, может быть, 99 процентов остается в нашем мозге. И, может быть, мы можем увидеть следы таких неокончательно исчезнувших воспоминаний, даже если они не извлекаются на уровень осознания и поведения. И вот мы, собственно говоря, сделали один из таких экспериментов, пытаясь задать мозгу этот вопрос с помощью методов выявления нейронов, вовлекающихся в момент извлечения в нервные сети воспоминаний. Мы обучали животных определенные задачи условному рефлексу, а потом нарушали эту память введением блокаторов синтеза белка. При тестировании у этих животных они вели себя таким же образом, как необычные животные. Они попадали в эту ситуацию и не демонстрировали никакого знакомства с ней. Но нас интересовало, а как реагирует мозг на нее? И нет ли признаков того, что в мозге эта ситуация может быть знакома, хотя поведенчески и субъективно. Животное не распознает ее. Мы посмотрели реакцию мозга на эту ситуацию у обученных и не обученных животных. Оказалось, что у обученных животных область мозга, которая была связана с эмоциональной реакцией и исполнительными действиями, эта ситуация, в которую мы помещали животных, была для них опасна. в действительности. Они не помнили это, но в прошлый раз, когда их учили, они попадали в эту ситуацию, им давали короткий удар тока по лапам, не очень сильный, но неприятный. И животные, которые попадают в такую ситуацию единожды, при повторном помещении в эту ситуацию, начинают бояться. И даже если ничего не следует из окружающих воздействий, они начинают замирать и затаиваться. Типичное поведение грызунов в ситуации опасности, которую нельзя избежать. И определяется это активностью, это поведение, в частности, активностью структуры, которая называется миндальная, которая связана с одной стороны с эмоциональной оценкой ситуации, а с другой стороны с исполнительными механизмами поведения затаивания. Так вот, оказалось, что у животных, у которых было нормально всё с памятью, наблюдается очень большая активность в миндалине, когда они попадают в эту ситуацию. Они помнят её, этой миндальной. У животных, у которых мы стирали память, как вы видите, миндалины не активируются. Они действительно ходят по этой камере, они её не боятся, принюхиваются, не замирают. И активности этих частей мозга, связанных с таким поведением, нет. Однако, когда мы посмотрели на другую структуру мозга, гиппокамп, о которой я уже говорил, и которая у человека и у животных связана с сохранением следов памяти, поддержанием их в течение некоторого времени, оказалось, что в разных областях гиппокампа животные, попадавшие в эту ситуацию и помнившие её, и животные, у которых мы стёрли память, демонстрировали одинаковую активацию гиппокампа. Иначе говоря, вот эти животные с зелёными столбиками, они не боятся этой ситуации, кажется, не узнают её. Но мы видим по активности мозга, объективной активности мозга, что мозг их узнаёт эту ситуацию. Только смотрите, он не связан в единую интеграцию поведения с областями, которые отвечают за страх. Эти области не активируются. и вместе всей функциональной системой, которая бы извлеклась и заставила этого животного затаиться и продемонстрировать все поведенческие признаки страха и памяти, мы не наблюдаем. но память получается частями этот мозг хранит, а раз так, то, может быть, мы можем её восстановить, вернуть назад утраченную память. И мы показали, что в принципе в эксперименте возможно и такое. Вот этим животным это цыплята вот в этой же задаче. Но им делалось в тех экспериментах другое воздействие. Они получали блокатор синтеза белка в тот момент, когда учились. и поэтому когда их тестировали через некоторое время, то животные, которые нас интересуют, животные вот этой вот жёлтой оранжевой группы, вот это серое и синее, это контрольные животные, они не клюют, они не избегают бушинки, в отличие от цыплят, которые вы видели на одном из предыдущих слайдов. Они её активно клюют с радостью, потому что они забыли, что она была горькая и опасная. Дальше мы сделали следующую вещь. Мы смочили клюв этих цыплят горьким веществом, хинином, который они испытывали этот вкус в момент клевка старой бусинки. Нового обучения при этом не было. Но, если хотите, был некий компонент старого опыта, который вызывает сильную эмоциональную реакцию. А дальше у разных групп цыплят начали смотреть, что происходит через разные интервалы времени после такого напоминающего воздействия. Оказалось, что если посмотреть через полчаса, то цыплята не помнят ничего. Если посмотреть через три часа, то они не помнят. Если посмотреть через пять часов, то они не помнят. Но в интервале между пятью и семью часами память медленно возвращается к ним. И каждый раз восстановление происходит в этой модели, вот в этот критический интервал от пяти до семи часов. После смачивания клюва хинином прошло масса времени, они уже поспали, они занимаются совершенно другими вещами. В мозге идет медленный процесс, который постепенно реконструирует назад нервную сеть, связанную с прошлым опытом. Более того, мы знаем, что если сделать это напоминание на фоне блокаторов синтеза белка, то есть не дать нервной системе в момент этого стимула заново синтезировать белки и выстроить какие-то свои связи, то этого возвращения памяти назад не происходит. Так что этот процесс происходит в фоне, глубоко в мозге. Это достраивание связей и систем, которые были когда-то разрушены. этот процесс зависит от синтеза новых белков. Но мы знаем еще ряд свойств этого процесса, зависит от синаптической активности и так далее. Явно, конечно, кроме удивительного свойства памяти к репарации, это может иметь фундаментальные практические приложения. если мы научимся память теряемую при нейродегенерации из-за разрушения части нервной сети достраивать и возвращать назад, то у нас появятся возможности помочь многим людям, которые теряют память с возрастом или при тех или иных заболеваниях. И Корсаков в одной из своих работ писал, что чаще всего амнезия обуславливается не потерей способности фиксации, а потерей способности к воспроизведению фиксированного. И дальше он описывает ряд случаев в этой работе, показывавших, что больной, который казался совершенно безнадежным и в момент нахождения в клинике не помнил ничего, что с ним происходило, через некоторое время, через год-два при повторных исследованиях и контактах с Корсаковым рассказывал о событиях, которые происходили в тот момент, когда он находился в глубокой амнезии. Он запоминал и эта память возвращалась. И Корсаков, кстати, пишет, что на его взгляд это одно из самых интересных свойств синдрома потери памяти, который он открыл. Это свойство лежало грузом и к нему не обращались экспериментаторы на протяжении более ста лет. И сейчас мы начинаем активно изучать этот процесс. И вот исследования показывают, что действительно, несмотря на многовековую традицию обращения к памяти как отпечатком прошлого, более внимательный анализ показывает, что память имеет прежде всего проспективные функции, что опыт прошлого используется для того, чтобы планировать и воображать будущее. И, например, люди, пациенты с нарушениями памяти оказываются так же не способны вообразить себе новые картины, спланировать будущее, как они не способны вспомнить свое прошлое. Когда им предлагают задачу представить себя, например, на берегу Южного океана, на пляже с шелестом волн под лучами жаркого Южного Солнца и сконструировать эту картину, оказывается, что способности к таким фантазиям и вообще проецированиям чего-то в будущее при повреждении гиппокампа страдают так же глубоко, как способность запомнить что-то новое или вспомнить прошлое. И это вновь возвращает нас в изучение механизмов памяти к взаимодействию памяти с сознанием, субъективным, с воображением. Целый комплекс процессов, которые характеризуют работу функциональных систем. Вот посмотрите, как это выглядит. Здесь показана одна ситуация, когда кролик потягивает за кольцо и получает пищу из кормушки. Причем он может это делать слева и справа стороны, а здесь он нажимает на педаль и получает пищу из кормушки. Слева и справа стороны. А здесь показана активность отдельной нервной клетки во время такого поведения. Причем каждая такая полосочка это один поведенческий акт. От нажатия на педаль до получения пищи в кормушке. Потом он его повторяет, 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 и мы можем видеть закономерность работы отдельной нервной клетки в связи с выполнением этого акта. Вот здесь, например, активность этого нейрона синхронизована и происходит в момент, когда животное потягивает за кольцо. Оно тянет за кольцо, как только оно вытянуло его на достаточную длину и щелкнула кормушка, оно перебегает к кормушке и активность этого нейрона обрывается. Посмотрите, этот нейрон специализированно работает, когда кролик потягивает за кольцо с правой стороны или с левой стороны. А что такое потягивание за кольцо? Кольцо – это объект, который животное никогда не видел. Это объект в его индивидуальном опыте. Он познакомился с ним как средством получения пищи, в первый раз попав только в эту клетку. Мы начинаем видеть субъективный опыт и субъективный мир животного, заглядывая в то, как работает его мозг. И начинаем понимать правила построения этого опыта, если будем смотреть, как формируются такие нейроны, на самом деле системы из нейронов в мозге во время обучения. Этот субъективный мир читаем так же, как читаем субъективный мир и восприятие, и опыт человека, если бы у нас была возможность регистрировать активность отдельных клеток в мозге у человека. Это очень редкая возможность, однако она существует. при некоторых неврологических заболеваниях пациентам в мозг для терапии или определения участков последующей терапии оживляют тонкие микроэлектроды. И они ходят с ними в течение некоторого времени, потом их снимают и проводят нейрохирургическую операцию. Есть несколько центров в мире, в которых во время такой терапии ведутся также научные исследования того, как ведут себя отдельные нервные клетки в нашем с вами мозге, когда мы занимаемся решением каких-то задач или общаемся с внешним миром. Здесь я покажу короткий фильм. Я объясню вначале, что происходит. Испытуемому показывают разные видеосюжеты в данный момент, самые разные, и регистрируют активность одной из клеток в головном мозге, в гиппокампе. Здесь показано движется курсор, который показывает в каком месте активности, а здесь показана суммарная активность за весь эксперимент. Вы видите низкую активность, и вы видите тут есть два пика активности. Мы увидим с вами, с чем они связаны. Вы также увидите, или услышите, что нейрон тарахтит. Когда он разряжается и дает отдельный импульс, вы услышите такие характерные трески. Здесь их будет мало, а здесь их будет много. И вы увидите, в связи с чем это связано. Эксперимент состоит из двух частей. Вначале испытуем ему показывают разные объекты и смотрят, на что активируется этот нейрон. А дальше это очень важно. Его просят извлечь из памяти уже после окончания эксперимента, что он видел. И тогда внешних стимулов вообще нет. есть только субъективный опыт, который привлекает, припоминая, что было то-то, было то-то. И опять смотрит тот же самый нейрон. Посмотрите, что происходит. Постоянбира Welcome to Wall Street and the New York Stock Exchange, the world's largest and surprisingly one of the. Субтитры создавал DimaTorzok Это во время воспоминаний Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите Вот это момент нажатия на педаль Кролика Это действие, которое он совершает Посмотрите на активность нейрона Она начинается задолго до того, как он совершит это действие Он только собирается сделать это И намеревается это сделать Как активность нейрона нам показывает, что он будет делать Иначе говоря, вы можете узнать Что задумал кролик По активности этого нейрона Еще до того, как он это сделает Вы не просто видите Субъективный мир и его разворачивание Вы видите его с опережением Часто по отношению к поведению Теперь представьте себе Что вы сделаете простую вещь Вы возьмете активность такой клетки Вот здесь показано, как ее активность нарастает Вот эта гистограмма К моменту нажатия на педаль А вот здесь момент нажатия на педаль Вот он, пресс Но представьте себе, как это было сделано В экспериментах группы Чапина и Николелеса Что вы снимете сигнал с этого нейрона Когда крыса нажимает на этот рычаг И получает пододвигающуюся к ней кормушку с подкреплением И сигнал с этого нейрона запустите на кормушку Еще до того, как животное нажмет на рычаг У вас получится парадоксальная ситуация Когда животное собирается нажать на рычаг Чтобы получить подкрепление в кормушке И еще не нажав, получает подкрепление То есть то, что оно хотело Переезжает через внешний контур управления Созданный экспериментатором То, что она должна сделать для этого Крысы начинают вести себя в этой ситуации Удивительным образом Они некоторое время механически продолжают нажимать на рычаг Хотя кормушка уже поступила Но через некоторое время и очень быстрое время Они соображают о ходе соотношений Вновь установившейся ситуации И начинают запускать следующее передвижение кормушки С подкреплением, просто активностью своего мозга Уже перестав подбегать к педали Животное начинает мысленно управлять Внешним устройством через электронный интерфейс Это принцип, который был положен в основу Так называемых мозгомашинных или мозгокомпьютерных интерфейсов Он не был бы возможен В таком воплощении Если бы мы не поняли глубокие механизмы Организации работы сетей, нейронов Главного мозга в момент мышления, поведения и действий Опережающей активности Точно такие же вещи были продемонстрированы и на обезьянах И на человеке Например, как вы видите на этом фильме Из статьи, иллюстрирующей результаты статьи Группы Эндрю Шварца в Соединенных Штатах Америки Здесь обезьянка находится вот за этой шторкой черной И она сидит в кресле так, что ее лапки Примотаны к ручкам кресла И она не может достать лакомый кусочек, который ей протягивает экспериментатор Вместо этого она через активность, которая снимается с отдельных нервных клеток ее мозга Может это сделать, запустив движение искусственной руки протеза И обратите внимание сейчас в этом фильме Что экспериментатор очень изощрен Он дает яблоко то в одном месте И она должна совершить одно сложное действие своими клетками Протез имеет несколько степеней свободы Его надо сгибать в плече, локте и еще ладонью То в другом, внизу Она каждый раз должна спланировать для себя разные действия И через этот интерфейс Она, конечно, старается вытягивать как можно дальше голову и язык Смотрите, сложно, уронила Разочарованно Еще Вниз, в другую сторону По сути дела Мы видим, как нейрофизиологические исследования Позволяют Мысли о движении Приводить в движение не только свои собственные органы и мышцы Но и внешние устройства Это прежде всего является продуктом того, что мы начинаем распознавать Мыслительные процессы и декодировать их содержание То есть глубоко и объективно проникать в мозг человека или животных И здесь показан пациент, который потерял способность двигаться из-за травмы спинного мозга Здесь стрелкой показан такой нейроинтерфейс, вживленный ему И с помощью этого нейроинтерфейса он здесь играет в компьютерную игру Управляя мысленно компьютером и экраном Поэтому такие интерфейсы часто называются мозгокомпьютерные интерфейсы Кроме способа вживления электродов в мозг человека Существуют и другие попытки установить такой контакт между мыслями и сигналами Генерируемыми мозгом во время мышления и внешними устройствами Например, неинвазивные, не требующие вживления электродов интерфейсы Тоже используемые для, например, как в этом случае Помощи больным, теряющим способность к движению У него регистрируется электроэнцефалограмма И, как вы видите, с помощью этих мыслей он способен сокращать механический протез Продолжение следует... Так что некоторые вещи из научной фантастики Вполне распознаваемы в наших исследованиях, которые мы видели Какие из кадров этого начала фильма «Суррогаты» Это результаты научных исследований и разработок А какие фантастикы? Грани между фантастикой и наукой в изучении мозга и разума Сегодня начинают стираться И поэтому мои слова в начале рассказа о том, что наука о мозге и разуме в 21 веке По мнению очень многих ученых Изменит наше общество, изменит нашу жизнь Они уже сегодня начинают находить вполне материальное воплощение Спасибо Константин Владимирович, Буслаев Алексей, психолог Меня очень давно интересует проблема бессознательного И сегодня я ответил себе на вопрос Когда узнал про реконсолидацию памяти Я понял, что Фрейд отчасти был прав Что терапия вызова того травмирующего события из памяти И переживание его заново, и перезапись получается То есть это действительно терапевтический эффект Но вопрос вот в чем Психоаналитики с большим трудом достают это Из нашего бессознательного, эти травмирующие факты Возможно ли в будущем как-то с помощью вот Такого замечательного направления в науке Помогать психологам, психоаналитикам Доставать эти травмирующие факты? Спасибо Фрейд в конце прошлого века писал своему другу Флису В одном из писем Как ты знаешь, я сейчас работаю над новой теорией памяти Согласно которой память – это не что-то разданное На веки закрепленное А меняющееся при каждом извлечении Процесс, который я называю ретранскрипцией памяти Я нашел эту цитату уже после того, как мы обозначили этот процесс реконсолидации Но видите, насколько они близки И когда мы в середине 90-х годов обнаружили этот феномен То первая вещь, которая естественно пришла в голову Что это очень похоже на то, что происходит во время психотерапевтических сеансов Только здесь мы упрощаем процесс Потому что во время сеанса психотерапии стоят две сложные задачи Первая – это извлечь то воспоминание, которое является иглой травмирующей весь индивидуальный опыт А второе – это переорганизовать и переуложить опыт и память пациента Таким образом, чтобы оно потеряло конфликтные точки со всеми остальными элементами индивидуального опыта Второе, может быть, кстати, гораздо более сложно, чем первое И поэтому нам сразу пришла в голову мысль Что мы можем упростить эту процедуру и помочь в ней Потому что если речь идет о каких-то травматических воспоминаниях с известным происхождением То мы можем заменить эту сложную двухэтапную процедуру простым приемом Мы можем извлекать травмирующую память, напоминая о ней разными мультимедийными свойствами Мультимедийными средствами, виртуальной реальностью и так далее На фоне препаратов, которые мешают запомниться памяти Спасибо большое Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо